Уберитесь с этим, на ней очень тяжело. Да? И вот если вы это осознаёте, то есть моё тонкое тело, моя психика говорит, нет, я не буду подчиняться, не буду. И это нормально. Почему? Потому что я был в прошлой жизни мужчиной, но, помятуя моё назначение, действуем первым, соответствуем своим телом. Телом. Задача номер один. Я действую соответствуем своим телом, исполняя своё назначение. И если я нехтую своим телом, как вот, скажем, вот люди, которые гомосексуальны, неправильно я сказал. Веселые парни. Не, ну как, имеется в виду, как они называются? Сексуальные парни. Ну, короче, люди, которые, их поведение не соответствует ихнему телу. Я в мужском теле веду себя как женщина, я женщина веду себя как мужчина. Что? Это не принятие внутреннего своей новой роли. Я в женском теле веду себя как мужиком. Это естественно, потому что я в прошлой жизни буду мужиком. Мне не надо напрягаться. Я сейчас спокойно, понимаешь, продолжаю вести себя психоэмоционально и энергетически, так я вёл себя в прошлой жизни. Ну, эй, ты же получил новое тело, ты должен по-другому тебя поставить, чтобы ты учился. Это вид гордыни я вижу, потому что ты-то не учишься. Я говорю, зачем мне учиться? Я себя делаю, как мне нравится. Я следую поводу за умом, за чувствами. Они хотят делать, как им хочется. А зачем напрягаться-то? Конечно, напрягаться. Было одно тело, сейчас другое тело. То есть страсть, сумасшедший стресс, особенно для вас, женщин. Представьте, был генералом, разжалоли до солдата. А теперь по-другому, для мужика тоже, представьте, почему мы до 25 лет, если мы развиваемся нормально. Вы вообще никто.